Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. А также я вам покажу, как живет обыкновенная международная семья. Познакомлю вас со своими родственниками и друзьями. Добро пожаловать! Пошли, Гуча, гулять. Пошли. Ты пока мою машину со всех сторон не обделаешь, не ты будешь, да? Вы посмотрите, что делается на нашей улице. Говорят, тут теннисные, бадминтонные корты будут. Слава Богу! Вот видите, они тут делают, заливают бетоном, а тут собаки бегают. И они их гоняют. Это у нас выборы. Перед выборами хотят тут все отличиться, чтобы их выбрали. Ну, дай Бог. Хоть что-то делают, хоть перед выборами. Вот собачка лежит. Смотрит, говорит, тут раньше мы бегали, теперь вот тут закроют. Закроют сеткой. Может, тут зацементируют, я думаю, хотя бы. Чтобы мы могли здесь гулять. А то сюда тут машины заезжали все время, постоянно. Люди тут покупают какие-то закуски, сидят в машинах, выпивают. Молодежь тут встречается, как я говорю, пятачок любви. Сидят после занятий тут вечером, после дополнительных занятий тут сидят. Мальчишки, девчонки на скутерах подъезжают и общаются. Так, Гучуня, пойдем. Гучуня, ты тоже смотришь? Тебе интересно? Ну, вот придирается еще к этой собаке. Тебе что, жалко место, что ли? Хозяином себя чувствуешь, да? Хозяином всего сектора, что ли? Это, кстати, не наша улица. Нечего приставать к другим собакам. Твоя улица там. Это мы по-чужому ходим. Дому. Ой, слава богу, тут, хоть я же говорю, вот это вот уберут все. Хотя не факт, не знаю. Вот бы заложили тут плиточкой все. Хочу вам рассказать, что же я пережила. Вот, за два дня уже. В общем, у меня, делаю я вам видео, сделаю я вам видео на 25 минут. Начинаю его сохранять. Как всегда, у меня нет места. Нет места, ну ладно, думаю. Сейчас я какое-нибудь маленькое видео выпущу. Ну, сделаю. Вот, это я отправила. Драфт, это такой черновичок, как бы. Вот, чтобы потом по новой не делать это видео. Я же собираю кусочками так вот видео. Вот. И это. Делаю я маленькое видео, где-то на 12 минут, наверное. Думаю, вот 12 минут я сделаю. У меня освободится местечко. Сделала это я видео. Потом я сохраняю это видео. Сохраняется оно. Потом я его отправляю на YouTube. И оно там в YouTube, пока я его не выпущу, оно хранится, как бы, в этом. У меня на YouTube студии. Вот. И как после того, когда эту всю процедуру пройдем, сохранение и отправление на YouTube, закачивание на YouTube, да, после этого я удаляю у себя в галерее, ну, вот кто знает, там, где хранятся все наши фотографии, видео, у себя в галерее, я в разделе InShot, вот там, где я монтирую, оттуда удаляю готовое видео, а также те кусочки видео, которые я снимала для этого видео. Ну, из чего я это видео монтировала. Вот. Ну, и я, как всегда, это я так отправляю я это все в корзинку. Вот. Удаляю, отправляю в корзинку. Затем, тем не менее, оно не уходит у меня, там, из моего, как бы, этого, там, где я монтирую, да, оттуда оно у меня не уходит, пока я его еще не зайду, там, где у меня память вот эта есть, там, ну, не знаю, сторич, склад, наверное, как сказать, я не знаю, у меня же там на английском телефон, называется сторич, ну, где он, еще у нас, как бы, в одном месте, там, где память, все, мне нужно опять зайти туда и оттуда освободить корзинку, иначе там оно будет сохраняться еще 30 дней. То, что я там сделала, то, что мне уже не надо, я удалила, оно еще 30 дней хранится, мало ли там, вдруг что-то нечаянно у вас удалилось, вы можете его вернуть. Ну, и вот, я иду туда, чтобы освободить место себе, а у меня там пропала корзинка. Представляете, пропала корзинка. Вот этой корзинки, которую нужно освободить, у меня нет там. У меня там просто написано, у вас тут есть большие папки. Вот, но эти папки все мне нужны, это у меня видео будущее. Я уже куда-то туда-сюда, я же тут вообще ничего не понимаю. В телефоне я и так, и сяк. В общем, я вчера до трех часов ночи я сидела, мой муж тоже не смог разобраться, я сидела до трех часов ночи, пыталась там как-то, задавала гуглу вопрос. Гугл отвечает же, там мне по-русски я пишу, он мне отвечает по-русски, но тем не менее, все-таки по картинкам я поняла, куда нажимать. В общем, куда я только не заходила, на какие сайды, всякими советами пользовалась. В общем, не нахожу я корзинку и все. То есть удаляться у меня, удаляется в корзинку, а чтобы освободить место, мне надо эту корзинку освободить. И я не могу дальше ни снимать вам ничего, ни видео выпускать, ни сохранить те, которые у меня есть. Там, которые у меня остались, мне их нужно как-то это, их же как-то сохранить нужно, а я их не могу сохранить, потому что у меня нет места, сохранять их. И вот у меня такой замкнутый круг. Утром я к мужу, он тоже там попытался, это не ныж, это вот уличная собака, и там какая-то собака. Будьте, пошли, мы тут вообще ни при чем. Вот. И сегодня муж мой там поковырялся в телефоне, тоже ничего не получилось, наоборот, он мне еще там удалил то, что не нужно было. у меня там видео такое должно быть хорошее. Он взял их, поудалял. Ну, их можно вернуть, если что, если есть корзинка, а корзинки нет. И... Пошли, 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 пошли. Гучу, пошли. Гучу. Вот так вам буду показывать, идти рассказывать. В общем, он там поудалял мне кое-что, то, что уже я не верну, потому, так как нет корзинки. Он говорит, все, нужно как, перепрошить, формейтинг, формейтинг называется. Наверное, как у нас прошить надо. Ну, в общем, если это сделать, то место освободится, ну, и у меня все, все, короче, уйдет оттуда. Все мои там, какие фотографии были, вот это вот все у меня уйдет. Вот. Что делать? Мы тут пошли, у нас магазин есть, на 10-м у нас, ну, недалеко от дома. Пошли туда. Пошли туда. Они посмотрели, говорят, не, мы это, идите в сервисный центр. Сервисный центр довольно далеко. Мы поехали с мужем потом в сервисный центр. Бутя, что ты тормози? А, ты поезд тут запутал. Иди сюда. Мы пошли в сервисный центр. Вот, поехали. Приехали туда, а этот район сегодня я и забыла. Вернее, мы туда едем, муж уже говорит, слушай, сегодня же там закрыто. Вот. И я говорю, ну, поехали, может, кто-то будет открыт. Поехали туда. Ну, там как бы, там много магазинов для мобильных телефонов. Иногда они там тоже хорошо соображают, как что сделать. Вот. Ну, мы поехали искать сервисные центры. Сервисный центр закрыт, который там главный был. Такие магазинчики были, в один подошли, ребята посмотрели, покрутили, говорят, нет, мы не можем. Говорят, тут есть один парень, он разбирается в другом магазине, но сегодня он все-таки закрыт. Магазин едьте там, ну, он сказал, другое место. Приехали туда, там тоже магазин сегодня закрыт. Хотя, собрат говорил, они, по-моему, воскресенье, выходные. Ну, оказалось, что во вторник. Сегодня у нас вторник. В некоторых районах, я говорю, в среду закрыто, в некоторых во вторник закрыто. А вот, в некоторых воскресенье. Ну, мы, короче, тоже съездили еще в одно место, там, где большой сервисный центр, он тоже закрыт. Я же говорю, я тут уже переживаю, представляете, у меня два дня, у меня телефон, все, ничего не могу сделать. И жалко, конечно, что пропадет у меня все, все мои видео, которые уже сделаны. Вот, и я вот, я же говорю, я же скорпион, я же чувствую. Мы когда ехали туда еще, там, самый первый, пришел там, такой один большой магазин, там, где я покупала мобильный телефон. И вот там, Гучу, 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 говорю, когда мы ехали туда, прямо, когда мы заезжали в тот район, этот магазин, такой двухэтажный большой магазин, вот, где мы покупали мой вот этот мобильный телефон, на который я снимаю. Я хотела туда заехать, но все-таки муж говорит, надо же в сервисный центр, не в магазин. И мы не поехали туда. Ну, и потом, как бы, нам получается, все сервисные центры закрыты, я думаю, нужно возвращаться домой. Вот, я ему уже говорю, слушай, давай все-таки попробуем еще в магазин. Там, тут, в принципе, недалеко, давай вернемся, попробуем в магазин. Он говорит, да нет, в магазине ничего не сделают. Ну, пошли мы в магазин. Поехали мы в магазин. И как раз тот парень, который мне продавал телефон, он там смотрел, крутил, вертел. Потом он мне там, что-то там открыл, какую-то, папку какую-то мне там открыл, говорит, вот так вот, вот сюда будете удалять. В общем, он мне такое там, абракадабра, такая, что я, короче, он мне объяснял два раза, я ничего не поняла. Я спрашиваю мужа, говорю, ты запомнил, расскажешь мне, он говорит, я тоже ничего не понимаю. В общем, мы ничего не понимаем. Вот такие мы тупые. Вот. Ну, это ж молодежь, они там, знаете, как семечки, как азбука у них, как букварь, они все знают. А мы-то не знаем. Вот. Ну, я это, я вообще там перепугалась. Хорошо, как раз его там кто-то отвлек. Ну, кто-то пришел покупать телефон, естественно, он нас бросает. Зачем мы ему нужны со своим, со своими проблемами? И пошел покупателей обслуживать. Вот. Мы стоим, ждем, пока он освободится. Тут подходит другой парень, другой продавец. Подходит, говорит, у вас проблемы? Мы говорим, да, вот так и так. Девочки, он мне в два щелчка показал, как, как это сделать? Нашел вот эту корзинку. Он освободил, это, я быстренько прям при нем, он говорит, удалять все? Я говорю, нет, подождите, мне там нужно кое-что вернуть. Я вернула там видео, которое удалил субрат. И потом, это, остальное удалило все. У меня освободилось, освободилась куча места. Теперь я могу монтировать видео, нормально, не переживать, пока я еще не, опять не напомнила. И это все, гораздо быстрее, ну, освобождать эту картинку, гораздо быстрее, чем раньше я делала. То есть, это там другой способ и гораздо легче. Вот такой способ. Я звонила своей подруге, у нее айфон. Она говорит, Люда, у меня таких проблем нет, у меня айфон, у меня там же, в галерее, и удаляется. Оказывается, и в Самсунгах тоже, в галерее удаляется. Вот. Вот видите, мы пока с вами гуляли, тут я вам рассказывала, сколько тут, 10 минут? Даже 10 минут не прошло, уже темно. Уже темно. Уже вот, вы видели, там вот ровняют, это, ну, цементом заливали, уже они расходятся, там уже вон собираются. Вот такие короткие сумерки в Индии. Это, наверное, близость к экватору. Видите, как быстро у нас темно, стемнело. У Гучика тут, на нашей улице уже, я же говорю, раз, два, три, четыре собаки уже умерло. Остался Гучик, осталась еще одна собака тут, на всю улицу. Ну, и помимо, помимо дворняжек. Вот видите, как, так, хочу вам сказать, тут он, видите, вот тут собаки было две, золотой ретривер и помирианец был. Умерли. Не, вернее, золотого ретривера то ли украли, то ли он может куда-то, я же говорю, у него хозяин выпускал его, даже так, одного. может под машину попал, может кто украл, вообще-то такого большого, кто украдет, тем более, он уже давно довольно пожилой был. моложе Гучи, конечно, но не молодой, но ему было лет 8-9, наверное. вот видите, он до сих пор, до сих пор зовет Гучи. Потом там, в конце улицы у нас, тоже собака была, это, овчарка, умерла. Вот за два дня ее не стало, вот как-то там, то ли что-то съела, не знаю. Ой, что у меня мутная? вот видите, вот видите, вот видите, вот, они тоже сейчас гулять идут. Вот такие, вот тут эта собака стала, сегучить все. Смотрите, а вот эти не вмешиваются. Вот сидят, видите, сидят вот эти собаки, дворняги, они не вмешиваются. Гучи, пошли, а то сейчас гейт как откроется, и от тебя хорошие домашки останутся. Гучи, вот видите, какой он у меня. Дома, как кошечка. Дома, как кошечка, на улице он у меня как лев. Да, Гучу? Почему у меня вот, что это такое, теряется эта резкость? Видите, какой таксикоман, ему нужно под машиной все понюхать, обнюхать. Так, пошли, пошли, Гуча, мне уже жарко с тобой гулять. Он так медленно ходит, что мне жарко с ним гулять. Хорошо, когда все хорошо закончилось. Ну, я, конечно, так два дня так стрессанула, девочки. Это просто ужас был, потому что все-таки, я не знаю, меня еще не хватает вот этой смелости блогеровской, наглости, наверное. Вот я, когда снимаю кого-то, как-то мне тоже не очень удобно, поэтому у меня и камера дрожит, потому что я как-то так, знаете, стараюсь, ну, не сильно, чтобы заметно было. Не каждому это нравится. Я тоже не любила, когда меня снимал кто-то. И тут вдруг все это пропадает, и, ну, могло пропасть это все. Столько времени, столько сил, много смонтированных видео уже было. И вот, слава Богу, что все получилось. Ну, все, пока-пока, мои дорогие.